Глубоко уважаемый Лев Михайлович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте мне озвучить названный доклад по эволюции гормонотерапии рака эндометрия. Рак эндометрия составляет на сегодня заболеваемость на первом месте среди гинекологического рака. Более 200 тысяч случаев сейчас появляется в мире, а в России это до 24-25 тысяч случаев ежегодно. 14 случаев на 100 тысяч женского населения. Наша страна входит в группу стран с высокой заболеваемостью рака эндометрия, но и, к счастью, с низкими показателями смертности от этого заболевания. Почему? Потому что, к счастью, несмотря на отсутствие скрининга, рак эндометрия выявляется в первой-второй стадии заболевания, в стадии локализованного процесса. Таким образом, в России это 24 случаев. В 2015 году выявлено рак эндометрия. По пятимиллионному городу Санкт-Петербурга – это тысяча случаев выявляемого рака эндометрия. Какие методы лечения для рака эндометрия? Обратите внимание, что 95% больных подвергаются хирургическому лечению с или без одеватной лучевой терапии. Только 3% получают химиотерапию. И посмотрите, удельный вес гормонотерапии довольно-таки невысокий – 2%. Но если включить и амбулаторную сеть, наверное, до 5% больных получают гормонотерапию. Возраст больных – это преимущественно женщины постменопаузальные, старше 60 лет, а молодые женщины пременопаузальные – до 45-50 лет, вы видите, это 15%, и моложе 40 лет – 5% больных. Если рассматривать рак эндометрия как гиперпластический процесс, то вот здесь схематично представлен морфогенез, то есть это гиперплазия эндометрия, и к предраку относится атипическая гиперплазия эндометрия, и далее это процесс уже инвазивного рака эндометрия. Преимущественно выявляются эндометриоидные формы рака эндометрия, где как раз прослеживается вот такой гиперпластический процесс. Меньше составляют неэндометриоидные формы, И акцент, конечно, пойдёт на эндометриоидные формы, где возможно применение гормонотерапии. То есть это высокоумеренно дифференцированные, но и низкодифференцированные формы эндометриоидного рака эндометрия. Эти опухоли, даже низкодифференцированные, могут продуцировать и продуцируют, а высокоумеренно дифференцированные продуцируют эстрогеновые и прогестероновые рецепторы. Схематично, гипотетически предполагается для гипропластических процессов эндометрии, то есть эстрогены, воздействуя на эндометриальную клетку, вызывают методическую активность этой клетки, а прогестерон вызывает созревание клетки, секрецию и в конечном итоге физиологическое явление, как апоптоз, как для здоровой клетки эндометриально-минструальном цикле, так и для патологической рака эндометрии тоже будет прогестина вызывать вот такое явление. На основе такой гипотезы о гиперэстрогении, которая вызывает развитие рака эндометрии, дальше в практику внедряется гормонотерапия. И фактически 50 лет, может даже больше 50 лет, это веха гормонотерапии рака эндометрии. 1961 год, такое эпохальное сообщение Келли и Беккера об успешном лечении 21 больным метастатическим раком эндометрия, метастазы гематологические в лёгкие, и эффект был у 6 больных, где полный регресс был метастазов. Использовались и в настоящее время используются это прогестины, это гидроксипрогестерон-капронат, медроксипрогестерон-ацетат и мегистрол-ацетат. Здесь представлена в таблице эффективность гормонотерапии рака эндометрии при диссеминированных формах. На первом месте стоят чистые прогестины, ответ, видите, 25%, беспрогрессивная выживаемость где-то 3 месяца общая до года. Комбинации с томоксифеном примерно такие же показатели и меньшие показатели на антиэстрогенах и серых препаратах-ингибиторах ароматазы. И по диссеминированному раку эндометрии накопленный опыт говорил о том, что, да, эффективность гормонотерапии при диссеминированном раке эндометрии колеблется от 18 до даже 30%, но медианная выживаемость, видите, до года. Эффективность терапии не зависит от типа прогестинов, таблетированная эта форма, или инъекционной, поэтому предпочтение лучше отдать таблетированной форме. И эффект реализуется не ранее, как через 8-12 недель, то есть через 2-3 месяца. То есть отмечена именно на первое место ставится эффективность прогестинов, но возможность комбинации с антиэстрогеном томоксифеном, который повышает просто чувствительность раковой клетки эндометрия к прогестинам. Где наиболее высокий эффект прогестинотерапии при диссеминированном раке эндометрии? Если это был высокодифференцированный рак, где высокий уровень рецепторов как эстрогенов, так и прогестерона, однако вы видите, даже при низкодифференцированных опухолях могут выявляться рецепторный статус, положительный как эстрогенам, так и прогестеронам. Это было показано в работах Иоанна Владимировича Бохмин, которая выполнялась совместно с лабораторией эндокринологии, с Львом Михайловичем Бирштейном, где тоже эффективен будет эффект гормонотерапии при поздних рецидивах вне малого таза, то есть гематогенные метастазы. Как уже звучало, наиболее частое побочное проявление прогестинотерапии, которое назначается в этих ситуациях, это анаболический эффект, прибавка в весе, эмоциональная нестабильность и редкая, но опасная – это тромбозы и эмболии. Далее вставал вопрос в виде эффективности прогестинотерапии в детисеминированной раке, имеет ли смысл назначать одевантную гормонотерапию после хирургического лечения рака эндометрия. Было такое большое увлечение клиницистов прогестинотерапии, однако время показало рандомизированные исследования одевантной терапии с различными препаратами, и окончательный метаанализ не показал эффективности одевантной гормонотерапии после радикального лечения рака эндометрия. То есть это не снижало показатели смертности, но были большие осложнения, которые проявлялись в тромбозах, тромбоэмболиях и инфарктах миокарда, которые как будто бы на первый взгляд не связаны с прогестинами гибели этих больных, а возможно это как раз было связано с данной одевантной гормонотерапией. И поэтому в настоящее время одевантная гормонотерапия не показана, так как не снижает риск рецидива и смерти от рака эндометрия, но значательно повышает риск смерти, не связанный со злокачественной опухолей эндометрии. Поэтому в настоящее время ни в одной стране мира не используется одевантная гормонотерапия. Больший акцент хотелось бы сделать в докладе на гормонотерапии у молодых. У молодых, где стандартное лечение, тоже остается хирургическое лечение. И пятилетняя выживаемость у молодых высокая, 93%, но при этом молодые пациентки теряют фертильность. И я уже приводила, что 5% больных моложе 45 лет. И если говорить по абсолютным цифрам, то в России более тысячи женщин ежегодно у молодых выявляется рак эндометрия. И у большинства этих пациенток проблема, что у них не реализована фертильность, то есть отсутствие возможности иметь детей при выявлении данного заболевания. Однако для этих больных в настоящее время предлагается не хирургическое метод лечения, которое является стандартным и обсуждается с пациенткой, а возможность назначения гормональной терапии для того, чтобы сохранить им фертильность и реализовать эту фертильность в виде беременности и родов. Это при предраке атипической гипплазии эндометрия и раке эндометрия. И вот здесь представлена довольно-таки массивная таблица метаанализа публикации по гормонотерапии рака эндометрия. Это с 1985 по 2011 год. И обратите внимание, что возглавляет список работ именно работы из нашего института профессора Бохина с сотрудниками, которые представили результаты лечения 19 больных раком эндометрия. Это была публикация 1985 года. В России в Кириллице это было издано в 1982 году. Это 19 больных. И вы видите, эффект полного регресса был у 15, без эффекта у 4, и мониторинг в течение 3-9 лет за этими пациентками. То есть эффективность довольно-таки высокая. Дальше это исследование было продолжено, и уже накоплен был опыт от 32 больных, и где также прослеживается эффективность терапии и реализация репродуктивной функции в виде беременности в абсолютных цифрах и родов. Но также здесь зафиксированы и поздние рецидивы заболевания. Надо сказать, как назначается терапия у молодых. Это высокие дозы, насыщающие на первом этапе прогистинами. Это может быть и медроксипрогестерон-капронат, и ацетат, и гидроксипрогестерон-капронат, или медроксипрогестерон-ацетат в комбинации или без комбинации с томоксифеном. Далее, после полного регресса опухоли, атрофии эндометрия, для восстановления цикла назначаются комбинированные контрацептивы, и далее без стимуляции на отмене, возможно, спонтанной беременности, или после некоторой стимуляции. И вот здесь представлен республиктивный анализ клинических наблюдений, опубликованных после 1995 года. 146, видите, больных раком эндометрия, полный регресс был почти у 70% больных на гормонотерапии, но, видите, 38% рецидива заболевания, и 35% беременности, то есть у 24%. Надо сказать, что здесь уже более поздний метаанализ тоже подтверждает для рака эндометрия излечение до 76%, для предрака 85% гормонотерапии, но, вы видите, тоже, как уже звучало у Льва Михайловича, это рецидивы заболевания в 40% и 26% при атипической кирплазии эндометрия. Но на это идут для того, чтобы, видите, здесь и роды у этих пациенток в 28% после такой успешной гормонотерапии. И вот еще раз, репродуктивная функция по представленным данным для рака эндометрия составляет 28%, а для атипической кирплазии 26%. Здесь представлены данные нашего института и института Герцена, который эстафету принял от нашего института проведения гормонотерапии. И вы видите, что по 2004 году 80% эффективности терапии, 19% были беременности и 11% зафиксировано родов после гормонотерапии. Герцена институт представил больше пациентов больных, но это и атипическую гиперплазию эндометрию сюда включили, у них тоже эффективность вокруг 80%, и беременности были у 32% пациенток, но тоже сафиксированы и рецидивы даже после родов. И сейчас новое направление в гормонотерапии у молодых, то, что было представлено ранее, это системная гормонотерапия прогистинами, таблетированными или инъекционными, а сейчас предлагается локальное введение гормонального препарата в виде релизинг системы Мирена с левоноргистрелом и в сочетании с агонистами релизинг гормонов. Такую терапию уже представляют наши отечественные коллеги, это Герцена институт на 121 больной, при раке эндометрии 65 пациенток было, у 80 из лечения, правда 22% рецидивы, но тоже сафиксированы беременности и роды после данного лечения. Другой вопрос, возможно ли, мы говорим о том, что реализация фертильности, репродуктивные функции составляют 22%, не все больные беременеют и рожают. Здесь не всегда наступают спонтанные беременности на отмене препаратов, и тогда встает вопрос, может быть этим больным можно разрешить использовать вспомогательные репродуктивные технологии, то есть ЭКО, после лечения атипической герополазии эндометрия. Вот здесь зарубежные публикации, у нас это тормозило, в связи с тем, что был приказ 2003 года, когда ЭКО не разрешалось для онкологических больных. Однако была коррекция в 2012 году, и здесь уже при наличии в анамнезе злокачественных опухолей этот вопрос решается индивидуально, на основании заключения врачей-онкологов. И вот здесь опять же Герценский институт представляет результаты уже 51 больных, где использовались данные вспомогательные репродуктивные технологии, и из 12 больных 5 были с помощью ЭКО, забеременели, и у 6 были роды. Хочу на нашем институтском материале тоже продемонстрировать это на клиническом случае. Пациентке 32 года, первичное бесплодие, и при выскабливании, при гистероскопии выявлена высоко дифференцированная аденокарцинома, ну и кроме того и поликистоз яичников. Больная получает гормонотерапию, системную гормонотерапию, далее получает эстрогеногистогенные препараты, потому что контрольное исследование через 4 месяца показало отсутствие опухоли, децидуальную реакцию строма именно на прогестины. Но дальше повторное обследование показало все-таки выявление элементов высоко дифференцированной аденокарцинома, но пациентка отказалась от операции, и мы продолжили ей гормонотерапию. И в дальнейшем, вы видите, после фактически это длительное лечение, она получала лечение фактически у нас с 2013 года, но это успешное лечение закончилось тем, что в апреле 2017 года с помощью ВРТ-технологий ЭКО, видите, родилась двойная, и сейчас мы эту пациентку приглашаем на обследование, вот скоро будет уже год этим деткам. Но безопасна ли беременность у этих пациентов, которых мы вылечили гормонотерапией? Надо сказать, что здесь есть «за» и «против». Мы говорим о том, что высока частота рецидивов заболеваний после гормонотерапии. Это данные зарубежные, и рецидивы наши, и Герцинского института. Но есть и, поэтому идти сразу на гистероктомию. Но есть и против, говорящие о том, что возможно излечение и рецидивов повторной гормонотерапии с последующими родами. И опять Герцинский институт представляет 22 пациентки, у которых были рецидивы, и им повторно была назначена гормонотерапия, и она была успешна. Но не успешна была у шестерых, которых прооперировали, а где не успешно, где успешно, с помощью ВРТ-технологии было три беременности и роды. Опять же, привожу и наш клинический случай. 28 лет пациентке, которая обращается в наш институт в 2012 году, и тоже проблема первичного бесплодия, она обследуется, у нее выявляется аденокарцинома эндометрия, ей назначается гормонотерапия, медроксипаргастеронцитатом, назначается в дальнейшем коки. Однако рецидив заболевания, и пациентке предложена гистероктомия, от которой она отказывается. Мы продолжаем лечение, и видим эффект возобновления гормонотерапии, уже рецидива с выраженным лечебным патоморфозом. И в дальнейшем вы видите, что пациентка у нас забеременела после окончания лечения, после первичного лечения, рецидива заболевания. И вот она родила у нас тоже через ЭКО кесаревое сечение в 2015 году. И продолжается динамическое наблюдение. Однако динамическое наблюдение через 8 месяцев после родов мы выявляем при ультразвуковой диагностике, у нее нарушение МЭХа утолщено, и подозрение на рецидив заболевания, что и подтвердилось. И пациентка сейчас госпитализирована вчера для выполнения ей уже радикальной операции, от которой она хотела отказаться и просила еще раз прилечить ее гормонально, потому что у нее еще желание беременности. Однако мы на это не решились. При втором рецидиве уговорили ее на операцию. И другая пациентка, 35 лет, которая обратилась к нам в 2011 году, и которая тоже по поводу бесплодия обследовалась, получала у нас гормональную терапию и успешную гормональную терапию. Она получала в течение года медроксипрогестеронный цитат, потом у нее была спонтанная беременность без ВРТ-технологий, все было хорошо, но она исчезла из поля зрения и обратилась уже к нам через 5 лет. В 2012 году были роды, и через 5 лет обратилась, и мы диагностировали рецидив заболевания. К сожалению, рецидив такой был, что это уже была вторая стадия заболевания, то есть с переходом на цервикальный канал. Была выполнена ей радикальная операция с последующей лучевой терапией. И вот заключение экспертов СГЭСМО и ЭСТРО по ведению больных раком эндометрия в отношении гормонотерапии. Видите, гормонотерапию когда и кому назначать? Значит, при диссиминированном процессе гормонотерапии наиболее эффективна при G1, G2. Желательно знать гормональный статус до начала лечения. Желательно при рецидивах биопсии рецидивной опухоли для того, чтобы оценить тоже рецептерный статус. И предпочтение отдается чистым гистогенам, это или медроксиапарагнострон ацетату, или мегистрол ацетату. Для молодых пациенток на первом месте обсуждается стандартное лечение, это хирургическое. Если пациентка отказывается и желает иметь детей, тогда попытка гормонотерапии. И при неэффективности или эффективности терапии в последующем рекомендуется все-таки гистероктомия этим больным. Значит, какую гормонотерапию? Опять же, предпочтение отдается или системной гормонотерапии, или сейчас появился вариант, видите, локальной гормонотерапии с помощью системы Мирена, с агонистами релизинга гормонов. Но эти больные, конечно, требуют очень тщательного наблюдения, зная об эффективности терапии, но, возможно, рецидивы. Но, вы видите, мы используем и теперь ВРТ-технологии для того, чтобы реализовать репродуктивную функцию у этих больных. И, конечно же, эти больные требуют введения в соответствующих клиниках, которые занимаются данной терапией. Ну, вот здесь это фигурирует, потому что возможны и ранние рецидивы, и поздние рецидивы. Ну, и в заключение я хотела до окончания сказать о белых ночах. У вас есть реклама, но наше гинекологическое общество, онкологическое, будет проводить в этот раз по раку яичника. И пригласили довольно-таки много экспертов европейских, которые фигурировали вот и в предыдущих, я представляла вам. Так что до будущих встреч. Спасибо. Вопросы к Аделье Федоровне. Да, пожалуйста. Спасибо большое за хрестящий доклад. Вот вы упомянули проблему фертильности. У меня несколько другой вопрос. А если все-таки у пациентки состоялась беременность, насколько ей показана возможность применения гормонотерапии? В каком плане состоялась беременность? Я вот, потому что, например, если касаемо больных, возьмем раком молочной железы. И пациентка, у нее наблюдается беременность, и она принимает гормонотерапию. Вот насколько данная ситуация? Возможно применение тамоксифена, продолжение применения тамоксифена? Или нужно прервать... На фоне беременности. На фоне беременности. Когда свершился уже факт беременности, она уже не получает никакой терапии. При раке эндометрии. Возможно, я вас запутала. Просто к тому, что само по себе применение тамоксифена, если у женщин возникает беременность, оно невозможно, и более того, нужно всегда пациентам предупредить о невозможности беременности. Поскольку применение тамоксифена обладает тератогенным действием для, в том числе, молодых пациенток. Я вот к этому кланю. Нет, давайте вернемся. Или мы говорим о раке эндометрии, или мы говорим о раке молочной железы и так далее. Я в целом говорю о возможности... В целом нельзя говорить, потому что тамоксифен по-разному работает. Для рака эндометрии тамоксифен работает не как антиэстроген, он наоборот работает как эстроген, чтобы повысить чувствительность с прогистином. Вообще его чаще всего даже не используют в лечении рака эндометрии. Другая ситуация, когда тамоксифен – это пациентки раком молочной железы. И тамоксифен не рекомендуется во время беременности однозначно. Не то, что не рекомендуется, просто бывает ради ситуации, у пациенток наступает беременность. И просто к тому, что даже применение гормонотерапии в данной ситуации у больных раком молочной железы, оно недопустимо. А я, может быть, действительно вас немного запустила, да, спутала. Вот. И все-таки вот если говорить о возможностях сохранения фертильности, ведь на большинстве конференций поднимаются сейчас две основные проблемы – это возможности фертильности и онкоиммунологии, если так брать глобально. Все-таки в отношении молодых женщин в целом, независимо от локализации, вот все-таки вот какой основной подход для молодых женщин, вот для всех локализаций по отношению к беременности, если у них есть злокачественное новообразование? Значит, если есть злокачественное новообразование, если они вылечены от злокачественного заболевания, находятся в клинической ремиссии, это решает каждый онколог, исходя от локализации опухоли. Это и меланома, и саркома даже. То есть это возможны беременности. И рак почки мы даем разрешение, если длительная клиническая ремиссия и сохранена менструальный цикл, и фактически не нарушена у нее фертильность, возможны беременности. Другой вопрос – рак молочной железы. Это совсем другая проблема. И вот здесь тамоксифен, вот как получается иногда, рак молочной железы, и там и Н1, и назначается органист ревизингарм, перед этим химиотерапия, аминорея, назначение тамоксифена, наоборот, стимулирует у них, и они начинают менструировать, потому что он работает, как эстроген, как эстроген работает, потому что, да, он, во-первых, может нормализовать, вот, то есть, восстановить фолликулярный аппарат, работающий, и даже, наоборот, образовать в ней кист, гиперплазии, эндометрии, и на фоне приема тамоксифена, вот этой стимуляции, потому что раньше, между прочим, тамоксифен, когда не было кластильбигида, использовали для стимуляции овуляции даже, вот, и поэтому некоторые больные раком молочной железы на тамоксифене забеременели, вот этот вариант вы рассматриваете, да? Да, да, да. Ну и забеременели, отменяется тамоксифен, и все нормально. Но самое главное, нужно предупреждать, если даже прием тамоксифен, нужно обязательно предупреждать пациенток, потому что недопустима беременность в связи с возможностью этого тератогенного эффекта на плод. Но если они принимали, вот, и наступила беременность, то это не страшно, потому что это приборат просто для стимуляции овуляции. А если они на фоне беременности принимают этот приборат, это другая, конечно, ситуация. То есть, если они сохраняют беременность, то при раке... Конечно, отменяется сразу. Спасибо большое. Спасибо. Павель Федоровна, последний, может быть, вопрос, потому что сейчас, наверное, будет, сейчас мы решим, перерыв или нет. Вот скажите, пожалуйста, действительно, молодым женщинам с атипической гиперплазией эндометрия или раком эндометрия назначаются прогистины. И рано или поздно в это тоже подчеркивали многократно развивается рецидив. Вот каков механизм развития? Это что? Возникает резистентность прогистинам? Или там еще какие-то другие механизмы? И второй вопрос. Все-таки действительно есть провера, есть мегейс. Вот в случае ингибиторов ароматаза иногда смена перехода при раке молочной железы, переход с одного варианта препарата на другой иногда сопровождается эффектом. А при вот ситуациях, когда назначают прогистины в качестве такой гормонотерапии без пока удаления матки и наблюдается рецидив, там, предположим, то в чем его считается механизм и не помог бы ли бы переход, скажем, с проверой на мегейс? Вот что известно об этом? Ну, об этом, честно говоря, ничего не известно. Однако это возможный резистент. Но замена прогистинов, вот двух этих вариантов, фактически работающих одинаково, ничего не дает. Вот другой вариант, когда больные сейчас используют локальное введение гормонотерапии в виде мирены и органистов, если вот это не работает, тогда имеется мысль перейти на системную гормонотерапию, на прогистину. Но в мирене там левоноргистрил. Да, левоноргистрил. Всё, большое спасибо.